Ребенок чуть-чуть вперед убежал, ну буквально метров на пять. А они вот здесь вот, и кинули с ним. Ну, жена, естественно, сразу там, вроде бы, ну, отогнала. Покусать не успели, но испугался ребенок очень сильно. Неожиданно и буквально под окнами своего дома Александр Бочкарев с волнением рассказывает, как с вора собак напала на его четырехлетнего сына. Благо, мама была рядом. Он буквально увернулся, его бы укусили. Он вернулся, дальше уже я подскочила его за себя, он визжал, кричал, а я уже гавкнула на собак. Родители обратились в полицию, стая из семьи, а по словам местных, из девяти бездомных собак обитает здесь примерно год. И это уже не первый инцидент во дворе на Коломенской. Страшно выходить. Вот я тут раз пошла мусор высыпать, я палку взяла, я боюсь, потому что вот соседку укусили, сыну чуть не схватились за ногу. Ну, куда обращаться уже не знаем. Писали заявку на сайт мэрии, вот я вот знаю соседей вот несколько раз, вот, тут приезжали, но по-моему бесполезно. Это не первый случай, когда в Казани стая клыкастых нападает на детей. В январе возле центрального стадиона бездомные животные набросились на четверых мальчиков. Они оказались в больнице. Ребенок лежал вот здесь, на тропинке. Отловом бродячих собак в городе занимается ветдом. Схема однотипна, одна заявка, один выезд. О том, чтобы ее изменить, высказалась тогда уполномоченная по правам человека. Если уже информация идет о том, что в этом микрорайоне есть бездомные собаки, наверное, необходимо выехать не один раз, а несколько раз. Как нам сообщили в исполкоме, после январского нападения возле стадиона отловили пять бездомных псов. После получения заявки от администрации стадиона на место несколько раз выезжала бригада ветдома. Велось дежурство. В результате было отловлено пять безнадзорных собак. Надзор и контроль за выполнением мероприятий за целевым расходованием финансовых средств осуществляет управление ветеринарией при кабинете министров республики. Безопаснее для людей и животных содержать бездомных в приюте или пристраивать. Только на отлов и стерилизацию выделяется порядка 14 миллионов рублей. Но эти деньги пока не могут гарантировать казанцам спокойную прогулку в собственном дворе. Альбина Минибаева, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.